2 марта исполнился 31 год со дня начала вооруженного конфликта на Днестре. Представители партии ШОР по этому случаю возложили цветы к памятнику Штефана Челмаре, чем почтили память погибших за независимость и территориальную целостность нашей страны. Памятные мероприятия прошли и в Аргеевском районе. Депутат партии ШОР Легина Апостолова заявила, что сегодняшний день самый важный в истории современной Молдовы. Именно 2 марта, более 30 лет назад, начался конфликт, который не закончился еще сегодня. Сегодня сотни погибших, более полутора лет военных действий на обоих берегах Днестра. И сегодня, когда прошло уже более 30 лет, с горечью думаешь о том, что вот эти два берега никак не объединились. Мы чтим память тех, кто пал, к сожалению, в мирное время на полях Приднестровского конфликта. Мы желаем здоровья тем, кто остался жив, кто помнит этот конфликт, который был создан в республике Молдова. И мы считаем, что этому конфликту надо положить конец. Памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта на Днестре были организованы и в Аргеевском районе. Ветераны этой войны вместе с представителями местных и районных властей отдали дань памяти погибшим в этой войне и выразили им признательность за их подвиг. Стойкость и смелость, проявленные вами, навсегда останутся в истории нашей страны. Это очень важный момент, когда люди встали на защиту своей страны, проявили крепость духа, мужество, мудрость и показали всему миру, что люди, живущие здесь, готовы умереть за свою страну. Мы должны помнить об этом и делать выводы. Да примет Господь души тех, кто погиб на поле боя. Со слезами на глазах ветераны, которым пришлось испытать на себе все ужасы войны, рассказали нашим журналистам, что единственное, чего бы они хотели, это недопущение новой войны и сохранение мира. Это была победа для нашей страны, и я рад, что все, с кем я служил, остались живы. Эмоции зашкаливают. Я бы хотел, чтобы Молдова более никогда не услышала выстрелов, ровно как и весь мир, наши дети и будущие поколения. Иногда я зажигаю кухонную плиту при помощи спичек, и этот запах гари напоминает мне Афганистан. Обстрелы, бомбардировки, даже собаки разбегались. А что говорить о людях? Для нас это День памяти. Мы вспоминаем боевых товарищей, павших на поле боя. Я бы хотел, чтобы войны больше не было, но и чтобы молодежь знала, что Родину нужно защищать. Какой бы маленькой она и не была, нужно ее сохранить. В памятных мероприятиях, посвященных годовщине конфликта на Днестре, принимали участие высшие лица государства. После возложения цветов к памятнику Штефана Челмаре, начался марш памяти и признательности, который дошел до мемориала «Вечность и скорбящая мать». Конфликт на Днестре, начавшийся 31 год назад, справедливо считается черной страницей нашей истории. По официальным данным, погибло порядка 1 тысячи человек, в том числе около 400 мирных жителей. 4,5 тысячи получили ранения. Соглашение о прекращении огня было подписано 21 июля 1992 года, после чего начались политические переговоры по преднестровскому урегулированию. Напомним, 2022 год был объявлен годом признательности перед ветеранами, воевавшими за независимость и территориальную целостность Республики Молдова.